Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции неопределенный интеграл и методы интегрирования. Основная задача интегрального исчисления заключается в следующем. Для функции f от x найти другую функцию такую, что производная этой функции равен заданной функции f от x. Будем предполагать, что эта равенство выполняется на некотором конечном или бесконечном промежутке. Искомая функция. f большое x называется при этом первообразной функцией f от x на указанном промежутке. Первообразная функция f от x определяется не единственным образом, а именно справедлива следующая теорема. Теорема первая. Если f от x первообразная функция f малой f от x в некотором промежутке x, то любая другая первообразная для f от x на том же промежутке может быть представлена в виде f от x плюс c, где c некоторое постоянное. Согласно предыдущей теореме, множество всех первообразных функций f от x исчерпывается множеством функций вида f от x плюс c, где f от x одна из первообразных функций f малой от x, а c некоторое произвольное постоянное. Дадим следующее определение. Множество всех первообразных функций f от x называется неопределенным интегралом от этой функции и обозначается вот таким образом. Значит, вот этим символом обозначается множество всех первообразных функций f от x, которые представляются в виде f большой x плюс c, где f большой x одна из первообразных функций f от x, а c некоторое постоянное. Восстановление функции по ее производной и лишь тоже отыскание неопределенного интеграла под данные под интегральной функции и называется интегрированием этой функции. Интегрирование представляет собой операцию обратного дифференцирования. Для того, чтобы проверить, правильно ли выполнено интегрирование, достаточно продиференцировать результат и получить при этом под интегральную функцию. Непосредственно из определения неопределенного интеграла вытекает следующее свойство. Мы имеем основные четыре свойства. Первое свойство – это производная неопределенного интеграла равна под интегральной функции. Дифференциал от неопределенного интеграла равен подинтегральному выражению. Неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен сумме этой функции и произвольной постоянной. То есть имеет место вот это вот равенство. Постоянный множитель можно вынести из-под знака интеграла. То есть если k есть константа, то имеет место следующее равенство. Подинтегральная функция k умноженной на fx, k где постоянно, ее можно вынести из-за знака интеграла. И четвертое, под неопределенный интеграл от алгебраической суммы двух функций равен алгебраической сумме интегралов от этих функций. Подинтегральная функция сумма двух функций. Или разность функций. Тогда, если сумма будет суммой интегралов, если разность будет разность интегралов. Приведем таблицу основных интегралов. Сейчас формула этой таблицы непосредственно следует из-за определения интегрирования как операция обратного дифференцирования. И таблицы производла. Справедливая остальная формула легко проверить дифференцированием. Вот вам представляем 14 видов интегралов, которые следует запомнить как таблицу интегралов. Здесь первое интеграл степени. Показатель степени на единицу увеличивается и делится на эту степень альфа плюс 1 плюс c. При условии альфа не равно минус единице. Второе. dx, деленный на х, равен ln, абсолютное величине х плюс c. Интеграл dx, деленный на единице плюс х в квадрате, равен арт-тангенс х. А поскольку из таблицы интегралов нам известно, что производная арт-тангенс х равен единице деленной 1 плюс х в квадрате. И четвертое. Арт-синус х, производная арт-синус х, был равен единице деленной корень из х, единице минус х в квадрате х. Поэтому имеем такое. Интеграл от показательной функции а в степени х до х, где а больше нуля и не равно единице, равен вот этому выражению. Интеграл от е в степени х равен е в степени х плюс c, поскольку производная е в степени х равен е в степени х. Интеграл от синуса х равен минус косинус х. Интеграл от синуса х равен синус х плюс c, поскольку его производная равна косинус х. То есть часть этих интегралов можно восстановить по таблице производной. Интеграл от 1 деленной на косинус квадрата х до х равен тангенс х. Производная от тангенс х равен 1 деленной на косинус квадрата х. То есть мы имеем вот такие, ну, десятого, это следует из таблицы производной, как обратная операция к интегрированию. Интегрирование есть обратная операция производной, производная это есть обратная операция интегрирования. Теперь рассмотрим остальные 4, они воспроизведены с помощью преобразования и свойств наших паринтегральных выражений. Вот 1 деленная на х квадрате х квадрате, а в квадрате есть производная вот этой вот функции. bх деленная х квадрат плюс к, это есть логарифм от х плюс корень из х квадрата плюс к в абсолютной величине плюс с. И здесь знаменатель числителя х квадрате плюс а в квадрате, тогда у нас будет 1 деленная на артангенс х деленная на а. А если в числе знаменателя корень из а в квадрате минус с в квадрате, тогда х делится на а. Аргумент артангенс х деленная на а плюс с. Рассмотрим некоторые методы интегрирования. Некоторые методы интегрирования. Первое – это непосредственное интегрирование. Вычисление интегралов с помощью непосредственно используемой таблицы прошествующих интегралов и основных свойств неопределенных интегралов называется непосредственным интегрированием. Рассмотрим данный интеграл. Вот у нас подинтегральная функция 5 косинус х минус 3х квадрате плюс 1 деленная на х до х. У нас подинтегральная функция сумма трех функций, алгебраическая сумма трех функций. Тогда записываем первое. 5 выходит константу как константа за знак интеграла. интеграл косинус х до х минус 3, интеграл х квадрате до х плюс интеграл до х деленная на х. У нас первое будет 5 синус х. Интеграл степени будет х кубе деленная на 3. 3 сокращается, будет х кубе минус. И плюс – это тоже табличный интеграл. Плюс логарифм абсолютной величины х и плюс и в концернер добавляем константу С. Второй метод – метод подстановки. Пусть функция х, равная х от Т, определена и дифференцируем на некотором промежутке это большое. И пусть х большое – множество значений этой функции, до которого определена функция х от х. Тогда если на множестве х большое, функция х от х имеет первообразную, то на множестве Т справедливо следующая формула. Наш интеграл х от х dx, где х у нас зависит от перемены Т, равен этому интегралу, интегрированию по перемене Т. Тогда вместо х составим х от Т, а dx – это скиштрих от ТДТ. Эта формула называется формула замены переменных в неопределенном интеграле. Приведем пример. Под интегральной функцией знаменатель обозначен через Т. Тогда дифференциал ТДТ будет равен 5х в четвертой степени ТТ. Поскольку у нас здесь не имеется пятерки 5х, мы эту пятерку сюда подставляем, 5 умноженный. И чтобы равенство не изменилось, мы 1 пятую выносим за знак интеграла. Здесь у нас будет дифференциал 5х4ДТ. Это будет ДТ, и внизу будет Т. 1 пятая ЛНТ плюс С. То есть вместо Т подставляем это выражение, мы имеем данные решения. Данные значения интеграла. Следующее – интегрирование по частям. Интегрирование по частям. Пусть функции ух и вх определены и дифференцируемы на некотором промежутке х. И пусть функция ух и вх имеет первообразную на этом промежутке. Тогда на промежутке х большое функция у умноженной на вх также имеет первообразную и справедливо следующая формула. У штрих от х вх до х равен ух на вх минус у в штрих х до х. Эта формула называется формула интегрирования по частям в неопределенном интеграле. В качестве функции ух принимается функция, которая дифференцированием упрощается, или трансцендентные функции ЛНХ, Арктангенс Х, Арксинус Х. То есть данный метод интегрирования по частям применяется, когда полученный второй интеграл вычисляется проще, чем первоначально заданный интеграл. А если же при данном применении этого метода интеграл, полученный таким образом, второй интеграл, новый интеграл, будет сложнее, чем первоначально. заданный интеграл, мы от этого метода отказываемся. Отказываемся.